ШУРМО ШАУРМО К сожалению, не могу ответить на этот вопрос, но насколько я понимаю, шаурма вкуснее Понять не имею Нет, не знаю, я мясо не ем Не, не знаю, шаверма может быть с мясом, шаурма с курицей, так может быть? Нет Я вообще это не кушаю, конечно, это давно-давно, но шаверма, наверное, это заведение, а шаурма это вот сам продукт Разница названий, и если я как правильно слышал, то в Санкт-Петербурге называют шаверму, а в других регионах шаурма И чтобы слово шаверма употреблялось в Бехоте так же часто, как и шаурма, Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук поддержал инициативу включить его в большой толковый словарь русского языка Существуют региональные варианты русского литературного языка и, соответственно, такие слова, которые используют грамотные образованные носители языка, но только на определенной ограниченной территории Сюда же относятся шаверма и шварма С моей точки зрения, при составлении достаточно больших толковых словарей русского языка, скажем, на 50 тысяч слов, было бы правильно включать такие слова с указанием региона бытования Прокомментировала нашему корреспонденту сотрудник сектора теоретической семантики Института Ирина Левантина В том, чтобы шаверма расположилась на страницах словаря, не видит ничего плохого педагоги Учитель русского языка и литературы 33-й гимназии Ульяновска Ирина Малышева рассказывает, что на уроках с учениками часто прибегает к помощи словарей Дело в том, что вообще у слов нет национальности Мы не говорим сейчас о происхождении слова Так же, как слова не могут быть хорошие или плохие Они все слова обозначают какие-то понятия, явления, действия И от того, насколько это слово закрепляется в языке, насколько часто оно употребляется Наверное, настолько оно имеет право жить дальше в словаре Однако включение какого-либо слова в тот или иной словарь – дело исключительно авторского коллектива конкретной книги Поскольку это, прежде всего, авторский продукт Рина Талюлова, Руслан Баталов, Константин Никитин – Новости Ульяновской правды Редактор субтитров А.Семкин